Музыка Общественное объединение Тухом Турек Тамурлар и Атаку Мук при поддержке киностудии Тарковский освещает кривический поход по местам расположения города Анжикала. Мы сегодня осматриваем старые улицы города. Это Маячная, Нагорная, Тюремная и Новомаячная. Вот здесь находился штаб генерала Томпсона на этой улице, который хотел присоединить Антанты, Северокавказскую зону, и штаб-квартира находилась вот здесь, в Анжикале. Вот древняя улица наша. Сделать колонии английской. Да, колония Англии. Все-таки явно на памятник вам польшего дом. Такие мы любим объекты. Старые. Крыша тоже постаренно сделана, видите? Да. Взяли, да? Это фото-рапитка империи. Да. Дальше было одно и не секс, не секс, а фото-рапитка Российской империи. Ну, это считается, когда Петр I высадился на берегу Каспийского моря, когда совершал поход в Персию. Ему здесь понравилась гора, здесь кругом вода, как остров он был выделенный. Там наш поселок сейчас Тарки, тогда-то не поселок. Князь Таркинский его хорошо встретил, как положено в Дагестане все времена. Он ему подарок, не подарил свои солдаты, в такой форме парадной, 21 солдат, по историческим данным. А тот Таркин Шамхал, он своим друзьям по всему Дагестану. Ну, когда перевиселись, он сказал, здесь надо обосновать город, построить порт. Ну, соответственно, в те времена как было для порта? Маяк, тюрьма, порт. Ну, это дал толчок, построить город под названием Петр Иванович. Хотя историческое место здания, что на этой горке строения имелись раньше тоже. Но, в связи с тем, что здесь постоянно проходили эти порт, шев, они их уничтожали, просто разрушали. Раньше Аджи-Калва под таким названием тоже имелся. Стоит-таки факт тоже есть. Тогда не порт, но как город. Ну, в те времена, в Средневеках города какие они не сильные, большие. Ну, со всеми торговыми центрами, в том дух базарами, оно имело место. Он где-то был, окно вам, да? Да, да, да. Мне кажется, вот здесь тюрьма. Я думаю, мы уже забыли, что-то не идет. Вот так, с самого начала, от самого не дала, вот там. Вот там, вот здесь. Да, да. Мы ходите, Легерина, мы в центре, выстрелили. Нет, проблем это нет. Бля, что-то много будет, от этой ротеи. Они уже... 20 копеек, один камень. Привезти. Да, привезти. Не такой камень, но она где-то вот такой. Это большие деньги по тем временам. Да, 20. И на арба они приводили толпами. Вы сняли, да? Абакар? Да, снял. И они один, вот такие камни, вот такие были, большие. Они 20 копеек, такой камень. Это мне отец рассказывал. Вот, 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 у нас ждется новый дом. Древний Анджиколана, здание Ларе, древние улицы. Вот, интересная кладка здесь. Древность, короче. Абережаника в древности. Вот эти камни, глыбы, стена вот эта. Сегодня у нас краеведческий поход Анджиколай. Древний Анджиколай, древний Анджиколай, древний Анджиколай. Камни, которые старинные. Это строение к концу 19-го, начало 20-го века. Ну, примерно до 1917-го года. Внизу морской порт, а это, получается, жилой массив, жилой квартал. Где-то жили работники портовские, мореходного туда строительства. Это привозили камни. Вот эта крепость Анджиколай, крепость. Это камень, получается, что в эти годы крепость разобрали на строительство, на нужды города. Ее использовали на этой лестничной ступеньке, на строительство жилых домов, на строительство, вот видите, этих маяков. Все, практически, это наша историческую, прошлая крепость. И это, получается, Российская империя, власть, она использовала на строительство своих объектов. И, в том числе, и живые дома. Вот, пожалуйста, камни с крепости Анджиколай. Вот, например, наглядный пример. Очень четко видно эти плиты, однозначно. Где-то, что есть камни, которые сняты с синташи, надгробные камни, она... Параллельно шли сюда, и, естественно, с синташи тоже, потому что эти камни ровные они, видимо, с крепостной стены, но и встречаются здесь... А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка, вот, короче, здесь вот оградили вот это место. Видимо, вот он, это с синташи. Вот, сейчас покрасунем. Тоже использовали качество строительного материала. Вот с синташи здесь встречаются. Вот эти ступеньки старые. А вот еще синташи. Вот эти все материалы, все эти камни, видите, известняковые, это все синташи. Их использовали в качестве строительного материала. Если его вытащить, то на обратном стороне мы увидим надписи. Да, видимо, они, чтобы не смотрелись, они над всеми сторонами максимально скрывали, резали, вот, пилили походу. И вот, пожалуйста, ступеньки. Это, получается, вот эти камни где-то 30-е годы поставили. Эти, получается, конец 19-го века, а это уже 20-30-е годы поставили камни. А, это уже 20-30-е годы поставили камни. На данный момент. А, это было 20-30-е годы. Здесь, конечно, нет. Здесь вообще не стоит еще, здесь нет. Здесь нет ниже. Здесь нет ниже. Здесь нет ниже. Здесь нет ниже. не дайте коптану били сен чага да арух карадым ма куб бичу форму да эски страны и лар тащи она говорит олай ташлана айден ельен-генече тюльен года тин шлакт угол она гелитер мектар лач вайдан сэр бьете а околип тюргон и мене ясу ям она че оган яшла на бардап шестинник леп Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok